Приветствуем всех наших слушателей и зрителей, кто смотрит это интервью в Ютьюбе. Меня зовут Евгений Климакин, это Радио Польша, и сегодня наша гостья — это Наталья Радина, известная журналистка, главный редактор портала «Хартия-97». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, скоро выборы, хотя начались они немножечко раньше. Так как-то хочется прям сказать, выборы Александра Лукашенко, потому что, по сути дела, выборы без выбора, да? Выбора в Беларуси абсолютно нет. То есть, сегодня мы наблюдаем очередной спектакль с участием Лукашенко и нескольких кандидатов, которые выступают сегодня в качестве его подтанцовки на этих выборах. То есть, это фрики, это не политики, это не серьезные какие-либо фигуры вообще в белорусской политической и общественной жизни. И сегодня, да, происходит уже досрочное голосование, которое традиционно в Беларуси фальсифицируется, на которое сегодня гонят студентов, военнослужащих и бюджетников. Вы категорически против вот этих предварительных? Естественно, естественно. Ни в одной цивилизованной демократической стране такого высокого процента досрочно проголосовавших нет. А в Беларуси он достигал 30%. Хотя досрочно голосуют люди, которые в день выборов непосредственно по каким-то очень серьезным причинам не могут прийти на избирательных участок. Можете себе представить, что треть страны вдруг уезжает в день выборов вообще из Беларуси. Такого быть не может. Понятно, что это идет сознательная такая гонка. Людей заставляют идти на избирательные участки путем давления, административного ресурса. Студентам угрожают, что их исключат из университетов. Учителям, бюджетникам, что их уволят с работы. Военнослужащим, понятно, вообще просто отдают приказ. И, соответственно, они идут голосовать досрочно. И за этим голосованием нет надлежащего наблюдения. Нет никакого надзора за подсчетом голосов. И, соответственно, оно заранее уже можно его считать сфальсифицированным. Я считал, что используется также и метод пряника. Студентам говорят, придите в четверг, проголосуйте в пятницу, у вас будет свободный день. Ну, это тоже, да, это тоже используется. Но я помню свою практику, когда я тоже еще училась в университете. Нас тоже заставляли голосовать досрочно. Я, кстати, этого не делала. И нам просто реально угрожали, что в противном случае могут исключить. Ну, я не ходила ни на какие избирательные участки, никто меня не исключил. Потому что чаще всего это вранье. Потому что если не идет огромное количество студентов, всех исключить невозможно. Можно исключить там одного, двух по политическим причинам. Но массовое исключение невозможно. Сами же белорусы в день выборов, я уверена, эти выборы пробокатируют и не придут. Потому что сегодня как раз-таки Белоруссия среди избирателей побеждает вот эта стратегия бойкота. Поскольку белорусы понимают, что участвовать в спектакле нет никакого смысла. И все демократические силы страны, они как раз-таки выступили едино в данном случае. И отказались участвовать в этом фарсе. Что будет после выборов? Что изменится? Изменится... Президент не изменится, это всем понятно. Если белорусы пробокатируют эти выборы, я уверена, что так и будет, то просто-напросто изменится сознание людей. Люди поймут, что они, собственно, могут что-то сделать в этой ситуации. Во всяком случае, пустые участки, они докажут Лукашенко, что общество отказывается его принимать. Понятно, что тяжелая ситуация, понятно, что репрессии, они вселяют в страх людей. Но не пойти на участок, это достаточно простой шаг, который сегодня может себе позволить сделать любой белорус. И за этим не могут последовать какие-то серьезные репрессии. И как раз-таки в этом вот это может быть каким-то таким вызывающим оптимизм событием. Вы действительно в предвкушении того, что на участках будет пусто? Я уверена, что на участках будет пусто, что будут создаваться видимости, что возможны карусели. Но центральные телеканалы вряд ли будут. Но реальная явка не составит 30-40%, это 100%. А про досрочное голосование, я вам уже говорил, его просто нужно игнорировать и не принимать в расчет. А Лукашенко за последние годы изменился? Как он может измениться? Диктаторы не меняются. Ну вот, вот это вот его лавирование, как все говорят. Ну, так вот, это как раз и постоянство в этом его. То есть он всегда лавировал между Россией и Западом. Это прекрасно знаете, он катался на этих качелях. И сегодня он пытается это снова делать. А как вы человек, который и за белорусской решеткой побывал, и человек, который вынужден был уехать из своей родной страны, смотрите на вот все такие разные моменты, когда Лукашенко вручает цветочки Ангелы Меркель, когда он становится таким голубем мира, когда Радослав Сикорский пишет в своем твиттере, напомню нашим слушателям и зрителям, бывший министр иностранных дел и бывший спикер парламента, о том, что надо возобновлять диалог с Белоруссией. Ну, типичная ошибка европейских политиков. Радослав Сикорский меня вообще удивил, потому что как раз таки он прекрасно знает, что такое диалог с режимом Лукашенко. Потому что непосредственно он, тогдашний министр иностранных дел Германии в Вестервеле, приезжал в Минск накануне президентских выборов 2010 года и обещал Лукашенко там даже финансовую поддержку в случае, если выборы пройдут относительно спокойно. То есть, собственно, это было тогда уже... Это 2010 год, правильно? 2010 год. И тогда это было, конечно, нами воспринято... Это было странно смотреть, потому что лидеры демократической Европы приезжают в страну диктатуру, жмут руку диктатору. То есть, это уже было предательство таких демократического будущего в Беларуси, собственно. Но Лукашенко, я часто люблю повторять, я в нем не сомневаюсь, да, потому что он сам все, собственно, испортил. То есть, мы увидели, что было после 2010 года, несмотря на все его обещания и так называемую либерализацию. Кончилось это брутальным разгоном акции 2019 декабря, массовыми арестами, всех кандидатов... Ну, мы помним эти кошмарные кровавые выборы, когда еще до закрытия участков Никляеви исчез, избили его. Абсолютно. Все кандидаты просто. И тот же Радослав Сикорский после этого написал статью, которая назвал Лукашенко лузером и сказал, что он проиграл эти выборы, что он даже не... что должен был быть второй тур выборов, он не выигрывал в первом туре. И сейчас этот же политик снова говорит о диалоге с Беларусью. С кем в Беларуси? Если с Лукашенко, то этот закончится тем же, чем и закончился 19 декабря 2010 года. Наталья, но получается, что если сейчас западный мир опять начинает общаться, если переговоры проходят в Минске касательно Донбасса, получается, Лукашенко переиграл всех? Я повторю, я верю в Александра Григорьевича Лукашенко. Посмотрим, что будет снова после этих выборов. Часто вот Запад упрекает белорусскую оппозицию, что нет лидера. Вот, да, Лукашенко мы знаем какой, но а кто вместо него? И даже появляются такие оценочные осуждения, что, а возможно, белорусам так и надо? Может, они привыкли к сильному руководителю? Я не понимаю, о каких лидерах вы говорите? Есть бывший кандидат президента Беларуси Андрей Санников, лидер гражданской компании Европейской Беларуси, который фактически выигрывал выборы Лукашенко в декабре 2010 года. Об этом есть масса свидетельств, в том числе независимых наблюдателей, которым смогли вести подсчет на участках. Есть сегодня Николай Статкевич, бывший кандидат президента, который пять лет провел в тюрьме и который сегодня является моральным лидером в Беларуси. Вы считаете, что вот этого мало? Это я перечислила далеко не всех достойных политиков, которые сегодня есть в стране. Это миф, абсолютный миф, который сегодня создает белорусская официальная пропаганда, в том числе здесь, на Западе, о том, что кроме Лукашенко никого нет. Ну, не бывает этого такого. Ну, это как что-то сказать, что в России нет никого, кроме Путина. Ну, вот, тем не менее, Запад это не столько моя позиция, сколько то, что я слышу, читаю в западных СМИ. Любые диктатуры создают такие мифы. Вот и все. В том числе и, да, и в западных СМИ. Вы сколько лет режиму Александра Григорьевича отводите? Ну, я, честно говоря, каждый раз надеюсь, что это закончится завтра. Но завтра не наступило еще. Если мы не будем надеяться, то у нас не будет так много сил. Поэтому я надеюсь. Я надеюсь, что это произойдет достаточно скоро. А если бы выборы проходили действительно в соответствии со всеми принципами, нормами демократического мира, вы считаете, Лукашенко бы не выбрали? Конечно, не выбрали. Потому что, опять-таки, я возвращаюсь к этим, на ваш взгляд, стереотипам. Естественно, если бы должна будет свободная избирательная кампания не один месяц, а как минимум полгода, у Лукашенко нет никаких шансов. Абсолютно. Если будет соблюдаться свобода слова, свобода собраний, доступ оппозиции к телевидению, то чего у нас нет абсолютно. Не во время каких выборов. То есть во время выборов в 2010 году кандидаты в президенты имели по полчаса эфирного времени на телевидении. А что мы видим сегодня? То же самое. И поэтому это не доступ оппозиции к телевидению. То же самое касается всего остального. То есть когда в стране не произошло никаких изменений сегодня. Когда вот Запад сегодня приветствует Лукашенко, то есть о чем идет речь? То есть он выполнил лишь одно условие освобождения политических заключенных. Но они даже не реабилитированы, не говоря о том, что в стране страна остается диктатурой. Что идет тотальное нарушение прав человека. Что не соблюдается ничего абсолютно. Поэтому, конечно же, если будут свободные выборы, Лукашенко их проиграет. А потом учитывается, что сегодня, вы спрашиваете, вот сколько Лукашенко осталось. Учитывается, какая сегодня экономическая ситуация в стране. Она катастрофическая абсолютно. Каждый день мы получаем информацию о том, что тут массовое увольнение, подорожание, сокращение людей на заводах, падение зарплат, девальвация сумасшедшая в стране. То есть поэтому в этой ситуации Лукашенко очень тяжело. Но с другой стороны, Наталья, помог Лукашенко, как тут ни крути вопрос украинский. Война в Украине. Естественно. То есть он сегодня пытается играть на этом. Но опять же, война в Украине ему и вредит, поскольку сегодня Россия не в состоянии его содержать в том же объеме, в котором содержало его 20 лет. Собственно, за счет чего и он до сих пор и держится у власти. Потому что это бездарный руководитель, который не реформировал экономику, который удерживает власть силовым путем. А этот репрессивный аппарат сегодня он может содержать только за счет российских денег. В завершении нашей беседы мне интересно, что вы думаете по поводу вот этой истории с авиабазами Российской Федерации на территории... Типичный шантаж в стиле Лукашенко. Абсолютно нет у него никакого выбора. Если Россия захочет поставить авиабазу, она поставит. И в данном случае бодаться с Россией он не в состоянии. Поэтому сегодня это идет такая вот игра. Он пытается что-то выторговать у Запада в обмен на то, что он якобы не разместит эту авиабазу. Поверьте мне, если Лукашенко останется у власти, будет российская авиабаза в Беларуси. Потому что сегодня это марионетка. Как бы он не хорохорился и не пыжился, это все равно сегодня абсолютная марионетка в руках Путина. Спасибо. Напомню, гостем нашей студии была Наталья Радина, главный редактор Харти 97. Спасибо.